В столичном регионе продолжает ухудшаться ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на базе Люберецкого ФОКа вновь откроется ковидный госпиталь. Перепрофилирование объекта уже началось. Наша съемочная группа убедилась в этом лично. Когда будете монтировать, посмотрите, вот здесь у нас вот это вот расстояние, у нас не хватало прямо сантиметров в сорок. Вот за сами вот эти кабины чуть-чуть отсюда, если не получится. Обустраивать здесь рабочее место медикам не впервой. Предыдущий опыт помогает устранить мелкие недочеты. Подрядчик тот же, что и в октябре прошлого года. Поэтому общий язык участники процесса находят быстро. Пока оперативный штаб обсуждает план действий, рабочие уже заносят в помещение строительный материал. Сегодня предстоит укладка линолеума, монтаж электрики и обустройство санитарных зон. Мы понимаем, что первоначальное назначение данного помещения не является госпитальным. И поэтому узкие места, которые где-то мы расширяем проемы, где-то мы делаем дополнительные проемы в стенах для того, чтобы обеспечить все необходимые помещения, которые обязаны присутствовать в любой больнице. Каждый этап работ под строгим контролем. Подготовку инфекционного стационара лично курирует вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Все все знают, что делать. Мы просто сейчас координируем работу. Я думаю, что профессионалы, которые собирали в прошлый раз, в этот раз также быстро соберут. На всю работу дали ровно неделю. Сроки поджимают, но, как показал прошлогодний опыт, они реальные. 1 июля здесь все должно быть готово к приему пациентов. А именно, 189 ковидных коек, 20 из которых реанимационные. Наверное, к счастью, мы сохранили весь инвентарь, который здесь был для госпиталя, для больницы. Он сохранен. Сегодня нам просто-напросто нужно сегодня сюда все, что связано с ФОКом, демонтировать, все, что сейчас медицина завести. Решение вновь перепрофилировать ФОК, который был открыт уже в качестве спортивного объекта два месяца назад, принято из-за резкого скачка заболеваемости. Мощностей ковидного центра в Краскове, где развернуто 429 коек, стало не хватать.